В сельском поселении Троицкое Омского района открылся первый в регионе физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Современное многофункциональное спортсооружение создано в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Троицкое поселение – один из лидеров развития спорта в своем районе. На возведение и оснащение комплекса направлено более 34 миллионов рублей. Красную ленточку на открытие перерезали губернатор Александр Бурков, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной и глава Омского района Геннадий Далматов. Перспективность федерального проекта «Спорт. Норма жизни» в том, что сегодня спорт приходит не только в города, но и на село. И если мы предыдущие два года в рамках этого проекта приобретали площадки для занятия и выполнения нормативов ГТО, и таких площадок у нас сегодня 21 по Омской области, то с прошлого года мы стали получать вот такие фоки, возможность строительства таких фоков физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Вот первый мы сделали в селе Троицком. В этом году мы откроем в Таврическом районе и откроем в Мариановском. Комплекс оснащен легкоатлетической дорожкой с синтетическим покрытием и двумя комплектами уличных тренажеров, которые позволят выполнять нормативы ГТО. Большой выбор здесь и для занятий игровыми видами спорта. Площадка для стритбола и корт, на котором зимой можно играть в хоккей, а летом в футбол. Губернатор пообщался с ребятами из местной команды, поинтересовался мнением жителей. Спасибо за такой шикарный подарок. Это отличный подарок к празднику. Все ребята в восторге, вон пинают. Мяч ходит хорошо по поляне. И для подрастающего подколения это идеально. Все будут тренироваться здесь. Помимо футбола здесь в хоккей можно играть зимой. В хоккей тоже просто здорово. Отличные борты. Все будет на высшем уровне. Жители нашего поселения заниматься будут непременно здесь. Я 26 числа буду сдавать нормы ГТО здесь. То есть для меня это тоже значимое событие. И я думаю для более младшего поколения это огромное подспорье, огромное событие. Потому что им есть где в замечательных условиях заниматься физической культурой и спортом. Я занимаюсь футболом и я очень рад, что здесь открыли стадион. И теперь я могу более открыто заниматься футболом. И мне стадион очень нравится. Также для спортсменов установлена теплая модульная раздевалка. Зрители могут размещаться на трибуне. По словам министра спорта региона Дмитрия Крикорьянца, теперь в Труицком смогут проводить много различных соревнований. Здесь можно проводить соревнования поселковые, районные, я не побоюсь этого слова, областные, по многим-многим видам спорта. Это вот качественное преимущество такого комплекса. Здесь можно и провести соревнования по мини-футболу, хоккею, там легкой атлетике, по комплексу, по многоборию ГТО и многие-многие другие. Хочется сказать еще об одной вещи, что вот на территории здесь, из Труицкого поселения администрация района идет вперед. Подготовлено уже основание для многофункциональной площадки, которая будет в себя включать волейбольную площадку с резиновым покрытием и баскетбольную. Первым спортивным событием для новой площадки станет 31-й районный праздник Королева спорта Труицкая 2021, который стартует в конце недели. Продолжение следует...